Здраво будьте, люди добрые! Я Кот Баюн. Начинаю свое сказочное вещание для наших юных зрителей. Здравствуйте, мои замечательные юные родичи! Сегодня я опять расскажу вам сказку. Мы продолжим наше путешествие в волшебном мире вместе с девочкой Ярмилой. Слушайте внимательно! В это утро не было солнышка. Все небо заволокла огромная-огромная туча, которая потом уступила место облакам. Облакам так хотелось спать, что они буквально прилегли на землю, поэтому вокруг стоял густой-густой туман. И Ярмила, проснувшись, очень расстроилась. Она привыкла каждое утро встречать солнце. Ведь после того, как девочка Ярмила познакомилась с берегиней, она стала очень трепетно относиться к своему общению с солнышком. Потому что солнышко дарило не только радость и тепло, солнышко дарило жизнь всей жизни. И Ярмила теперь это прекрасно понимала. Ее любимая кошечка подошла и потерлась, промурчав. И Ермила поняла, что она сказала. Конечно же, нужно обязательно вспомнить как можно больше имен солнышка, чтобы солнышко осветило их жизнь. И Ермила запела. А давай-ка мы с тобой тоже сейчас вместе споем эту песенку. Она очень-очень простая. Она называет имя солнышка Ярила. И нужно, чтобы вы сами придумывали имена солнышка. Итак, вставайте, если можете, если хотите, продолжайте сидеть. А если вас много, давайте заведем с вами хоровод. Яр-Ярила, 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 солнышко светлое, светлое солнышко. Солнышко светлое, светлое солнышко. Яр-ярела, 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 яр-ярела. Яр-ярила, солнышко красное, красное солнышко, солнышко красное, красное солнышко. Яр-ярила, солнышко красное, красное солнышко, солнышко красное, красное солнышко. Яр-ярила, солнышко красное, красное солнышко красное, красное солнышко. Закружилась Ермила, обрадовалась она свету солнечному, но солнышко почему-то не вышло в этот раз, хотя всегда оно выходило. И тогда Ермила поняла, нужно идти к берегине. Она взяла свой клубочек, вышла, поклонилась на все четыре стороны и, обратившись к лесу, сказала, «Здравствуй, леший, я пришла к тебе с миром, мне нужно найти путь к берегине моей». И бросил этот клубочек. Он сам покатился, показывая ей дорогу на ее заветную солнечную полянку. И когда Ермила пришла на эту полянку, она увидела, своим глазам не поверила, берегиня сидела в центре, освещенная внутренним светом, а вокруг нее сидели все-все лесные жители. Причем они находились в ее сиянии, и поэтому никто не испытывал друг к другу агрессии. Сидели медведи, сидели волки, сидели лисы, сидели зайцы, сидели птицы, пришли муравьи, прилетели лесные пчелы, и все они внимательно-внимательно слушали берегиню. Берегиня рассказывала им про царственную живу. «Дорогие мои зверята», продолжала берегиня, «жива – это сила жизни, которая дарится нам солнышком, и она находится во всех нас, и мы все едины на этой планете. Очень важно, чтобы мы понимали, что вся наша планета – это живая Земля, и она нас породила, и поэтому она дышит, и поэтому мы, конечно же, должны обязательно почитать ее. Так получилось, что люди перестали почитать Матушку Сура Землю, Матушку Солнечную нашу Землю, и поэтому погода на Земле стала портиться. И еще, люди в своих действиях уже больше никогда не спрашают у старших совета. Все оглянулись на Ермилу. В этот момент она зашла на полянку, и ей вдруг стало стыдно, что она единственный человек из всех присутствующих зверей. Но все зверята были настолько доброжелательны, что она подошла к берегине, и та ласково погладила ее по голове. «Доброе утро, моя дорогая Ермила! Садись в наш круг, круг жизни!» И Ермила поняла, что она не просто девочка, живущая на Земле, она часть единого круга жизни. И в этом круге все поддерживают друг друга, все поддерживают ритм, который дает Матушка Сура Земля, живая Земля. И Ермила наполнилась этой силой, и ей захотелось сделать очень-очень много и для планеты, и для своих родичей, и для своей мамы. И она спросила берегиню, подскажи, что нужно сделать, как правильно нужно сделать, чтобы мы всем поселениям вошли вот в этот круг жизни. И берегиня ответила, очень важно войти в круг солнечных праздников. Для этого в вашем поселении вы должны творить хороводы во все основные дни солнышка. Тогда с помощью вас на нашей планете усилится солнечная сила, а это поможет всему нашему царству, звериному, птичьему, возродить свои силы. И тогда ваша жизнь станет счастливой, и ты, Ермила, сможешь всем детишкам объяснить, что такое солнечные дни, зачем они. А ты поможешь мне разобраться? Конечно, именно здесь у нас сейчас идут занятия лесной школы. И я бы хотела, чтобы ты спела. Ермила радостно пристала, она увидела вокруг ребят-зверят, которые очень хотели петь. И пели они каждый на своем языке, но смысл был один. Яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр-яр Яр-яр-и-ла, 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 яр-яр-и-ла. Слава солнцу! Мои юные слушатели, вы узнали про Ермилу еще одну сказку, в которой она вновь встретилась с Берегиней. Напишите, пожалуйста, мне, Баюну, какие еще имена солнца вы можете спеть в этой песне. И скажите мне правду. Вы всегда спрашиваете совета у взрослых, как лучше сделать. Я благодарю вас за внимание. Не забывайте звонить мне в колокольчик, ставить такие знаки, что вам понравилось. Обязательно нарисуйте, как вы увидели эту сказку. Нарисуйте берегиню, нарисуйте, с какими бы вы зверятами хотели встретиться на лесной поляне дружбы, в круге жизни. И свои рисунки обязательно присылайте мне. Мы все их будем смотреть. А как это порадует круг жизни нашего волшебного леса и лешего, и русалок. А Баба Яга, она всегда ждет ваших весточек. Пишите, пишите мне письма. И мы вместе с вами будем петь эту замечательную песню. Яр-яр-и-ла. Яр-яр-и-ла, 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 яр-яр-и-ла. Яр-яр-и-ла, 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 солнышко светлое, светлое солнышко.